Девушки отдыхают Израильской оккупацией Палестины люди обычно говорят о преступлениях, совершенных сионистским режимом на этой земле. Но Израиль не смог бы уничтожить родину палестинского народа, если бы у него не было поддержки Британии. Печальная история оккупации и сопутствующих ей страданий началась более ста лет назад. В 1916 году бывший премьер-министр Британии, тогдашний министр странных дел Артур Бальфур пообещал еврейской общине Британии новую родину в Палестине. Затем, 2 ноября 1917 года, он выполнил это обещание официальным письмом, адресованным лидеру еврейской общины и члену сионистского движения Британии Уолтеру Ротшильду. В то время Британия даже не контролировала Палестину, поскольку та все еще была частью Османской империи. В любом случае, Палестина никогда не принадлежала Бальфуру, чтобы он мог так небрежно передать эту землю кому-либо другому. Письмо, известное как Декларация Бальфура, положило начало оккупации Палестины. А группы Зионисты встретили в Лондоне, в 19-17, на 17-17, и дрампировали формула для декларации, чтобы было сделано в Британии Британии, которая, в факте, позволяет демонстрируйте и правительство для жевых иммиграния к Палестине и создания народной земли. Когда намерения британцев и их взаимопонимания с сианистами стали слишком очевидными, палестинцы начали протесты, которые никогда и не прекращались спустя более века. Причина, конечно, слишком очевидна, поскольку ужасающие последствия британского колониализма и возможный полный сианистский захват Палестины все еще ощущаются спустя все эти годы. Ничтожные попытки умиротворить гнев палестинцев не увенчались успехом, особенно после того, как Совет Лиги Наций в июле 1922 года утвердил условия британского мандата в Палестины. Утверждение состоялось без консультации с палестинцами, которые исчезли бы из центра внимания британской международной общественности только для того, чтобы вновь появиться как незначительные мятежники, нарушители спокойствия и препятствия на пути совместных британо-сианистских колониальных выдумок. Несмотря на периодические заверения, британское намерение обеспечить создание исключительно еврейского государства Палестины со временем прояснилось. Декларация Бальфура вряд ли была отклонением от нормы, но на самом деле она заложила основу для полномасштабной этнической чистки, последовавшей десятилетия спустя. После Второй мировой войны влияние Британии на международной арене заметно ослабло по сравнению с тем, что было раньше. Однако британцы продолжали всячески поддерживать Израиль. В ноябре 1967 года после Шестидневной войны Британия стала соавтором резолюции номер 242 Совета Безопасности ООН, которая могла привести к полному уходу Израиля с западного берега реки Ордан и сектора Газа. Однако Лондон почти не настаивал на ее выполнении в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. В то время как многие могут возродить, что Британия более открыто высказывалась в отношении преступлений Израиля против палестинцев, Лондон не предпринял никаких реальных действий, чтобы осудить Израиль за преступления, которые он совершает на оккупированных территориях. Например, Британия могла бы принести хотя бы символические извинения в 2017 году к столетию принятия декларации Бальфура. Это могло быть моментом расплаты для Британии, но дело пошло не так. Вместо этого правительство тогдашнего премьер-министра Тереза Мэй отметил это событие вместе с израильскими властями. Тем временем британское правительство продолжает выступать за так называемые решения о создании двух государств, то есть палестинского государства бок о бок с Израилем. Но на самом деле это только защита интересов израильтян. И он добавил, и опять я говорю, «Мы reserve the right, мы, the United Kingdom, reserve the right to recognise a Palestinian state bilaterally at a moment of our choosing and when it can best help bring about peace. Mr Deputy Speaker, that moment is now. I urge honourable members on all sides to support this amendment. What we want is to see an Israel that is at peace with its neighbors and I should remind you that the policy of our government is for a two-state solution, which is what we want to achieve and hope to help to bring a fight in a modest and humble way». Фактически каждый раз, когда Палестина приближалась к заявлению о своих правах, Британия выступала вперед и тормозила процесс. Когда его попросили прояснить вопрос о палестинской государственности, тогдашний министр иностранных дел Британии Доминик Рааб направил письмо проекту Бальфора, повторив старую позицию. Британское правительство признает палестинское государство в то время, когда оно лучше всего будет служить целям мира. «Ну, я надеюсь, встретить лидеров на всех сторонах в Исраиле, в Палестинских территориях, президент Аббас, конечно, премьер-министр Метани Айу, премьер-министр Ашкенази. И, смотрите, я здесь, потому что мы сильные друзья из Исраиля, но мы также чувствуем, что мы хотим увидеть паузовую два-state solution. Мы имеем в виду, что сейчас мы можем построить на это, поместить это, избавиться каких-то последних эскалаций и попытаться найти тракт в два-state solution». Еще один пример. В апреле 2021 года Британия выступила против расследования Международного уголовного суда, заявив, что не признает юрисдикцию этого суда, в данном случае отчасти из-за того, что Палестина не является суверенным государством. Излишне говорить, что идея двух государств полностью отвергается палестинцами, поскольку они слишком хорошо знают, что ни одна из западных стран, которая заявляет о таком решении, не находится на их стороне. Тем не менее, движение сопротивления настаивает в качестве единственного жизнеспособного решения на всеобщем референдуме, в который участвовали бы только те, кто имеет корни в стране. Британия все еще говорит о так называемом решении двух государств, но на самом деле Израиль уже уничтожил эту идею, пытаясь стать полноценным государством апартеида с международного одобрения. Поддержку, которую Израиль получает от Британии, не ограничивается политикой. В декабре 2020 года Лондон и Тель-Авив подписали соглашение о военном сотрудничестве. Между ними также заключены огромные сделки по поставке оружия. За последние четыре года Британия закупила военного оборудования на сумму 46 миллионов фунтов стерлингов у израильской оружейной компании «Элбит». Британские военные также находились в Израиле с первых же дней оккупации. Они инструктируют и обучают израильтян. Связи между Британией и Израилем настолько тесны, что Британия никогда не сможет занять беспрестратную позицию по вопросу о Палестине, независимо от того, кто занимает здание номер 10 на Даунинг-стрит. Тем не менее, нельзя забывать, что этот нечестивый союз был создан за счет палестинского народа, который был географически раздроблен между лагерями беженцев, диаспорой, оккупированным военными или с которым обращались как с гражданами второго сорта на земле, на которой его предки жили с незапамятных времен. Продолжение следует...